Соревнования в память Владимира Аполлонова проводятся восьмой раз подряд. В 1994 году милиционер погиб от пули преступника при исполнении служебных обязанностей. Коллеги не забывают о подвигах своих товарищей и помогают их семьям. «Ещё раз оказать знак внимания семьям, вдовам, детям, оказать пассивное содействие в решении каких-то вопросов социально-бытовых. А самое главное – это память сотрудникам, которые должны помнить о том, что, к сожалению, наша служба опасна и трудна, и надо беречь, быть в хорошей физической форме, чтобы дать достойный отпор». На каждый поединок отводится три минуты. В соревнованиях участвуют сотрудники полиции со всех районов Татарстана. Для кого-то это первый такой турнир, у кого-то за плечами большой опыт. Сергей Андреев из Набережных Челнов работает в полиции 10 лет. До последних года участвовал в турнире и оба раза выигрывал золото. Подготовку к турниру участники ведут в течение всего года. Тренируются вечером после работы. «Полицейские должны стоять на сразу в порядке. Если они не будут этим обладать, то и порядка не будет. Как они будут его поддерживать?» Спортсмены соревнуются в личном зачёте. Затем очки суммируются и идут в общий актив команды. По итогам соревнований третье место заняли представители Набережных Челнов. На втором – полицейские Нижнекамска. Золото досталось альмическим борцам. Эдуард Рокопьев, Альберт Батюня. Новости Татарстана.